смотрим о чем будем говорить это называется китайский ремоник плюс обыкновенная заварка и заварены дикие слова-то дикие в общем сыновья мужской абрикосы в виде ладо прям пальцами покажу получается такая вот они видите ценнейшая вещь я ценю больше чем сад я не могу сладкий абрикос есть с украины не могу закормили любоваться могу кушать него вот они мандусы кисеньки вот положишь полно рослине и знаешь что здесь пять раз больше витаминов чем в этих королевских вот так хотя престиж создают именно конечно поехали разнес первым выступает крапивин посмотрел ладенкова юга вопрос родился у меня есть ли у кого еще буду дальше применения платуни качество подводит для косточков и где можно купить семена платуни вы найдете мне не хватило ни сил ни времени вообще я знаю что я дознаю что только платуни специалист подобен плюс у меня свое направление ладенкова свое я надеюсь что кто-то возьмет и ответит на этот вопрос здесь может быть пришедет мне письмо с просьбой на следующем семинаре там фотографии или просто качестве толкового письма ответ на вопрос крапивина у кого есть удачный опыт или тут ниже день пусть кто-то напишет так идем дальше казакова тем здравствуйте тамару колонна это речь спасибо за чудеса новшество так антон валевич собрана колитесь что за новшество почему я даже сейчас не пойму о чем речь так не уже за здравствуйте награда здравия казахстан здравия вас сюда метель после того когда посмотрите прочитал книга бранный полустанок ваша классика казахстанская мне все кажется что казахстане только одни метели больше ничего другого не вот кажется от матов написал эту шикарную книгу узнесов казачинская приветствует колодина крапивина ага вот он ответ у тенков гибридов антоний размножается поросли а не семенами у меня абрикос на нем не выжил а слива растет саженцы потенкова галина подольская хабаров здравствуйте наталья москва здравствуйте смотрите здравствуйте свинин привет невзоров здрасте ритм салтайский край на связи черный абрикоса выписывал вас том году весной привел на амура прекрасно прижились будущее весной на рассадку кстати выписывал не только черный но и другие сорта но перезимали погребе плотном целлофане лишь черный минуточку и крупноплодный который тоже прижился остальные почему не вызвали кто виноват плотном целлофане чем не жил что ладно хотя бы это но черный абрикоса над потом окажется все-таки бордовые заранее смиритесь никогда не было чистых черных есть знаете как вот если сейчас наберу мы не будем время терять я возьму и наберу фото черный абрикос вы увидите несколько самых распространенных в интернете фотографий вот они мои могут быть но мы не на первом месте почему то главное чернота не если это черный нажимаешь похоже фотографии яндекса и смотришь что их украли вот эта фотография одна кто-то когда ты сделал но сотни сайтов и украли вот а других нет а продают все черные вот все эти сотни пишут черный черный и фотография черного а где они свои ни одной фотографии нет значит будет туфту впаривать вот это одна из бед наших так всем здравствуйте сварок шикарная груша на подвозь спасибо александр николаевич вы правы вот я мы не дошли до этого места у меня там ниже я не успел расшифровать я набрал фото нет не так просто груша сварок происхождение и скопировал груша сварок есть два родителя это на следующем вебинаре надеюсь увидел первый родитель уссурийская та самая которая у меня кончилась сколько я разослал не рассчитал я думал до весны где-то вот я прошлом году с 1000 разосло сейчас меня достают с чем типа давай но сейчас у меня уссурийская нет я предлагаю сварок а сварок имеет двух родителей уссурийскую дикую а вторая какая-то французский сорт который понятия не имею но получился шедевр шедевр относительный мощные деревья сумасшедшие предельные урожая не боится сибирских морозов нигде но разве что за полярным кругом или предполяре вот так вот поэтому вы правы александр николаевич вот фарок шикарно груша на подвой серьезно здравствуйте колесикова анастасия привет султай вопрос такой погода в этом году жестокому договорил с хозяинами дерева на черенки но когда приехали резать то увидели что на ветках не опали листья как быть резать с листьями или ждать чтобы листья опали ждать листья говорят об одном или ветки в мертвый когда лист не опадает вот ну очень даже трудно приедет она еще может гнуться но фактически же быть мертвой поэтому ждите это еще не зима передает и 23 градусов мороза еще не дошло поэтому ждите ждите пусть ветки упадут потом когда будете резать вы сами увидите сердцевина мертвые или нет вы можете уже сейчас взять веточку и поставить в воду посмотреть проснуться или нет вот но сейчас с листами на заготовку черенков рано рослись не упал татьяна кошечкина санкт-петербург валий константинович на прошлой неделе написала письмо заявками сертиковский абрикоса песка ответа так не получила так то не танечка милая я все сказать не могу но я очень стараюсь у меня я считаю что я никого не упустил никого группы пишите ответа нет давайте пишите ответ где смотрите вы берете возможно вы не сюда послали так тоже бывает вы берете и пишите мне письмо на мою электронную почту как ее найти вот мой сайт набираете три слова по русски вот ядов внутри сюда берете сэкономить сайт задал даже вы на сайте а здесь начали фото галерею смотрите вот фото галерея это интересно тем что вот она интересно тем что безумие долл и лучше не заходить сюда потому что этого больше недели нет на всей планете я имею ввиду северную часть канаду японию монголию северный китай значит нашу дальний восток откуда родом большинство и так вот прибалтику за балтику то есть швеция норвегия и финляндия а также эстония битва латвия польша белоруссия нигде такого нет это проверено потому что так всех этих государств перечисленных мною ко мне поступили заявки вот и здесь же вы найдете смотрите контакты вот так вот получается электронная почта вот она видели копировать скопировали и пожалуйста пишите мне письмо и вот я не знаю почему дело в том что я возвращаюсь обратно где мы были так обратно 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 вот где мы были и что получается мне знакомо вашей фамилия и имя знакомо я не знаю как получилось но еще раз напишите мне пожалуйста я тоже вас поищу встречаемся так хотя на кашечке надо что-то не хочется копируется я потом постараюсь но могу и забыть на это память я могу вас найти вот здесь вот здесь вот они сады приезжайте копируйте вот это все уникальный материал я очень боюсь что пропадет и вот здесь самое хунули нет здесь я напишу ваше имя отчество а потом поищу вас наберу потом то есть поищу вас у себя своих трех этих своих трех почтовых ящиков вот так что складываем наш разговор отойдя на саду почему я сказал вот это пусть это не все сюда потратил большие деньги весь архива тут прошу пару лет не открывается большая часть архива и ценность даже не сегодня то что было те годы я снова еще более дорогую купил еще более белый там гигабайт и скопировал не открывается панике звоню брату железу к острову брат вручаю надо как-то сохранить он взял и тоже такую купил скопировал теперь у меня не открывается деньги выброшены большие а и друг однажды до инфаркта я не могу открыть вообще у себя компьютер ничего не открывается я был в ужасе а это все пропадет пропала ведь где-то большая копий то нет код елена лица на совесть гражданка совесть как можно быстрее приезжайте берите на чем хотите на диски на флешки скопируйте это потому что я доверяю целиком скопируйте все что у меня есть там примерно десяток книг толстых там несколько монографий по абрикосам отдельно грушам отдельно сливом отдельно персиком отдельно несколько монографий капитально так там тысячи фильмов уже есть еще можно это удвоить утроить сам десятки тысяч фотографий которых нет больше ни в одном институте потому что по этим фотографиям можно именно так студенту показал подогревать отвечать и вот таких несколько тысяч он должен изучить за пять лет учебы и вот тогда они будут специалистами они эти специалисты которые это самого генетика железов генетики а нет не так что железов понимает генетики и тут же в этой же странице отрезает вот такие ветки заставляет женщину четыре ветки из 5 от 5 вертикально вот такие ветки отрезать это генетика я знаете как-то диме прикалывался и всю жизнь буду прикалываться они дали мне повод своей грязными ответами своей оскорбительными этим какие-то железа вот тут влезли на их территорию они не могут ничего такого понять что когда-то как издевались над этим вы представляете что пришлось пережить тому же черный дарвин он гений он не отвечает за происхождение жизни на земле это совсем другая ипостачь он не знает что такое биополя каждого живого существа и это он не знает покажешь свой мир до поля она то есть настоящая а то что мы видим это как-то звать и это есть химер то что мы видим вот кружка все поняли а на самом-то деле все не так и вот когда дарвину сказали ну что давайте отрубать хвосты у кошек и будем смотреть на каком поколении хвост уменьшится как а было каково это гогения которая открыла эту самую то что называется приспособление то что называется выживание то что называется ну в общем поняли через происхождение обидов ошибка страшно надо было происхождение вариантов внутри вида и он был бы гением всех веков народов а происхождение видов это как раз то он замахнулся на божественное на божественное происхождение жизни самой и самой жизни вот это была страшная ошибка вот его и сказали ну кореш кошки руби хвост на каком поколении хвост уменьшится вы поняли вот почему я так с вами рассуждали разговариваю пойдем дальше короче татьяна кашечка разберемся я на самом жду гости забирайте все что есть потому что здесь несколько мировых открытий они не они не осознаны по крайней мере теми кого привозил ко мне до скобила пустые глаза так александр спасибо за совету черенки мы нарезали там резать не с чего деревья умирают о мы сельков не опавшие листья срезали ну хоть так спасибо хоть спасали срезала кустикой долматого за малина замазала на мнение века важно правильно ли вы сделали но я уже сказал что если нарежали нарежали вдруг нельзя ждать они умирают он сами деревья умирают может вы ветки спасти сейчас а через месяц когда дождемся когда ветки упадут больше не же мертва набрать будут тоже не то есть однозначно ответа нет привет татьяна симонова где можно лак мастику значит лак мастику нужно добывать и толматого ладно короче самый простой путь и он том что я даже сейчас не знаю он тоже у него были проблемы с к видом много было проблем в личной жизни мы делаем так я еще дал этого никто и прямо сейчас кто успел тот не опоздал алматов алматов валерий александр записывайте и звоните под друг единственный путь потому что у меня есть проблемы 8 919 332 12 919 повторяя 8 919 332 1219 и третий раз его наверняка 8 919 332 1219 долматов валерий александрович передавайте от железу привет вот дальше я не знаю может уже не делает может делает может быть наоборот ждет заказ городничный привет из москвы татьяна симонов каталог который открывается по ссылке а а где вы такой нашли а это вы знаете как получилось у меня на сайте каталог устарелы именно по серенкам почему потому что я боялся обновлять я все равно не смогу в этом году пять раз больше заказов в следующем году будет еще пять раз больше многие были удивлены получив от меня бесплатно которые они не ждали эти самые по двое груши сибирки так нет вот потом кроме этого да даже сыновья мужского абрикоса по 10 по 20 расов моя задача побыстрее насытить всю россию а то что обратное получается придется еще год я вот сейчас вот сколько я в том году разослала сейчас уже столько разослал а еще декабря даже нет а еще и декабрь январь февраль март еще минимум четыре месяца получается заказывайте сейчас каталог годится и старый но не сильно он изменился добавили семена добавили сорта тоторова но когда мне приходит заказ я вижу что поставил каталог я сразу высылаю каталог 21 год и все человек делает поправку и все нормально но я не хочу новый каталог вставлять в это вот уже все потому что все равно мне на всех не хватит через тотор уже заканчивает нарезку уже третий раз и четвертый по моей просьбе чернобаев тоже чё там у него два сорта абрикос он умудрился академик спилить я за это обещал ему кое-что отпилить вот